Это было для него, безусловно, главное, но он говорил-то уже тогда о чем-то политике. Часто делал, казалось бы, абсолютно фантастические прогнозы, политические, и некоторые из них сбывались. Конечно, нам не хватает этого, Владимира Вольфовича, я даже не представляю себе заседание государственной думы, обсуждение каких-то более важных вопросов без его участия. Запомнился, прежде всего, тем, что я не однажды с ним встречался, имел честь сжать ему руку и каждый раз испытывал определенное волнение. Потому что это очень крепкий человек, крепкий мужчина, крепкий политик, правдоруб, снимался с ним не однажды. Хотя спросили сейчас, как относился, никогда не голосовал. У меня другие политические взгляды, при всем при этом я очень внимательно и с уважением относился к его позиции. И сейчас мы с вами все чаще и чаще убеждаемся в том, что те вещи, над которыми кто-то посмеивался, кто-то считал, что он там перебарщивает, являются и пророческими, и правдивыми. И теми, которые, ну, как это говорится, к исполнению. Да, одна ситуация по Украине, как он ее комментировал 10 лет назад, о многом уже говорит. Вот, поэтому мы потеряли очень яркого политика. Я не знаю, что будет с партией, потому что, ну, именно он, он олицетворял и был тем человеком, ради которого голосовали за эту партию. Ну, посмотрим, как будет дальше развиваться. Какая его фраза вам больше всего запомнилась? Да не фраза, вы знаете, а действо, наверное. Он же не побоялся в свое время Немцова поставить на место, ведь это было событие в тот момент. Он не побоялся выступить на украинском телевидении и сказать, что, ребята, если вы будете настаивать на вхождении в НАТО, значит, нам придется ввести войска. Ведь он же это первый, кто озвучил, вот и все. Поэтому, и очень, очень много таких вещей. И самое главное, что многие вещи мы ему прощали. Даже иногда его такое поведение неоднозначно мы ему тоже прощали. Эмоциональный человек, сильный человек, крепкий. Как думаете, в России скоро появится политика такого стиля? Мне кажется, тут не про Россию, тут про мир можно смело говорить. Что вот на сегодняшний день, там, два-три десятилетия, если отмотать, такого не было в мире, ни в одной партии. Вот если вот так, чтобы настолько его сильно любили, смотрите, сколько людей сегодня пришло. Это говорит о, действительно, любви к человеку. И я уверен, что это не только электорат ЛДПР. Здесь вся страна, люди разных политических взглядов, но именно любили и уважали. Неизвестно, когда второй такой появится и появится ли вообще. Как вы думаете? Однозначно, это ниша Жириновский, это целая ниша. Как вы думаете, может ли быть увековечена память Жириновского? На названиях улиц может быть память? Я слышал про инициативу, кто-то говорит, что надо назвать улицу в Киеве. Ну, непонятно, почему в Киеве и зачем мы сейчас об этом говорим, но то, что в Москве надо это сделать однозначно. И надо поставить памятник, потому что страна перед Владимиром Вольфовичем долгует однозначно. Спасибо. Спасибо.